Как выглядит подвал, из которого всего несколько дней назад откачали всю воду? В доме номер один по улице Воровского он выглядит вот так. Не успевает аварийная служба уехать, как канализационные сливы занимают прежние позиции. А вместе с ними в подъезд и квартиры возвращается и едкий запах. Прямо над этим местом находится спальня Евгения. Чтобы запах канализации не проникал в квартиру, мужчина самовечно запенивал дыры в бетонном перекрытии. Вот смотрите, здесь помера лежит сантиметровой толщиной. Затем линолеум, то есть вот из подвала и со стороны квартиры, чтобы не было запаха, не было сырости. Вот видите, пришлось вот тут, значит, где-то может быть часть стен даже немножко, чтобы потолку снимать, чтобы до конца запенить и более плотно было. В 2008 году во всем доме был сделан капитальный ремонт. Евгений въехал в эту квартиру 4 года назад. И с тех пор пол в подвале больше чем на полгода не просыхал. Поэтому говорить о животных и бактериях учитель биологии не перестает и дома. Вместе с ними с подтоплением идет запах. Макрицы, мыши, естественно, поднимаются в квартиры. А потом это сырость. Все-таки первый этаж, я даже боюсь о том, что того, что может быть плесень где-то на стенах появится, изъявится такой сыростью. Несмотря на не самую сладкую жизнь, только за прошедшие выходные мужчина вызывал аварийные службы 5 раз, но управляющую компанию он не жалуется. Представители компании поспешили подтвердить слова мужчины. Их вины в регулярно возникающей проблеме нет. Вот канала, конечно, выполняет свою работу, но они своевременно приезжают. В связи с этим коллектор встал, а вода, которая пользуется население, канализационные стоки, все вытекают в подвал через ревизию. Более того, дом Новоровского не одинок в своей беде. В Новосавиновском районе, по словам специалиста, это достаточно распространенная проблема. И решить ее можно, только полностью заменив прогнившую систему канализационных сетей. Сети все перегружены, во-первых. И, во-вторых, они все уже, мне кажется, эксклюзионный свой срок все исчерпали. На протяжении всех этих лет борьбу с канализационным болотом в подвале Евгений ведет в одиночку. Установленный рядом с домом бюст вождя мирового пролетариата смотрит на это, кажется, с некоторой долей недобрения. Ведь именно Ленин говорил, равнодушие есть молчаливая поддержка.